всем привет привет а всем отличной среды хорошего настроения сегодня решила сделать такой немножечко праздничное праздничную атмосферу для себя вот я заказала себе вот такой вот конструкцию да не знаю насколько вам там видно значит такой котелок там внутри свечка есть видно даже этот как сковородка такая сделана сковородку куда можно положить свечку вот здесь в этой конструкции у нас значит вода она снизу подогревается и я добавляю арома масла сейчас я добавила запах цитрусовых этого сейчас как он тукали апельсина и немножко две три капли жасмина прям запах такой обалденный ну я люблю запахи я люблю запахи меня не прям такое знаете ощущение праздника сегодня захотелось сделать вот а когда хорошее настроение и приятные запахи что делаем смотрим денежки почему потому что денежки идут на наши эмоции но по крайней мере у меня так поэтому сегодня тема тимошная сегодняшняя поэтому тема сегодняшнего расклада какие качества необходимо выработать в себе для наличия денег на постоянной основе такой серьезный серьезная формулировка вот вопрос психологические но смотреть мы его будем философски выбирайте пожалуйста позиции напоминаю что по пятницам я провожу скорее всего по выходным я провожу блиц консультации в пятницу я выкладываю в разделе сообщества анонсы поэтому не пропускайте вот я говорю не пропускать все равно последним вагон всегда кто-то забегает и говорит я успеваю успеваю вот успеваете не пропускайте в общем вся информация о личных консультациях кстати я не планирую больше делать у нас на прошлой неделе была акция на годовые расклады кто успел молодец кто не успел тоже молодец вот я не планирую больше делать акции на годовой на годовые расклады но если вы хотите заказать личный как он называется годовой расклад он уже будет не по цене которая была на акции до 2000 а по обычной цене 4000 рублей и в ней в этом раскладе будут 11 вопросов наверно мне надо будет написать в разделе сообщества пост об этом да чтобы вы посмотрели какие вопросы в ходе да там подробно разбираю все сферы это часовая это не получасовая это часовая консультация стоимостью 4000 рублей годовой расклад он не ограничен по времени то есть я имею ввиду вы можете в январе заказать и феврале заказать потому что это формат обычной консультации то есть нету временных рамок это не 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 акция как-то я не слаженно говорю но это же не про расклады поэтому в голове хаос хорошее просто настроение и такая суматошное праздничное и сконцентрироваться не не совсем получается но в любом случае да вы можете обращаться и за личные консультации короче вся информация есть под этим видео по ссылке мои услуги вас перебрасывает на топ-линк вот и на этом топ-линке есть и ссылка 1 2 канал там же есть и ссылка на мои услуги переходите и все читаете вот в этом году уже то есть в декабре я не не буду проводить прямой эфир я проведу его в январе и подготовлю для вас подарочки будет розыгрыш на абсолютно все мои услуги но об этом на следующий год а сегодня тоже денежки сегодня тоже денежки значит тайм-коды есть либо вот сюда наводите курсор до на главы и появляется вот и плюс ко всему хочу поблагодарить ольгу за оказанную мне помощь с субтитрами да потому что есть категория людей которые не понимают русский язык хотя субтитры есть на русском языке автоматически вот оля помогла мне настроить субтитры на английский язык поэтому если у вас есть знакомы вы живете например за границей и хотите поделиться роликом но из-за того что я говорю здесь по-русски а человек возможно не понимает русские имейте ввиду что теперь в роликах и на этом канале и на втором моем канале появились субтитры на английском языке вот и ну то есть человек может посмотреть ну и ну и на греческий я тоже сделала субтитры на греческом языке потому что мои такие скажем близкие люди да которые не владеют русский язык захотели тоже посмотреть мои расклады поэтому я сделала субтитры не я а оля за что я ее благодарю на английском и на греческо на греческих на греческом языках вот короче надо быстро быстро начинать потому потому что язык заплетается ну в общем думаю все сказал если что пишите если кому что-то там непонятно не нужна необходимая информация так позиция номер один эти камешки мы отодвинем так сюда позиция номер а вот сюда вот цветочка мы поставлю позиции номер один то отодвинем чтобы не путать голубой камешек позиция номер один и так какие качества вам необходимо выработать в себе для наличия денег на постоянной основе не так чтобы они были приходящие уходящий до от случая к случаю на постоянной основе то есть каких вам качеств не хватает так восьмерка кубков сразу нам говорит о том что нужно уходить уходить от чего нам нужно уходить либо к чему нам нужно идти сейчас мы посмотрим так сейчас мы будем смотреть какие качества а ну здесь сразу речь идет о том что нужно уходить от от планирования от мысли да то есть не надо заморачиваться по поводу денег не надо их планировать не надо выстраивать какие-то стратегии вот а что нужно здесь не хватает к качество вам скорее всего открытости любознательности до какого-то интересно и королева жезлов то есть смотрите общительность общительность коммуникации до активности то есть вам для того чтобы были деньги не нужно простраивать какую-то стратегию как там создавать продажи либо как там зарабатывать ваши деньги они приходят на королева жезлов они приходят на яркость жизни на общение тогда когда вы просто наслаждаетесь жизнью когда вы получаете удовольствие но это удовольствие не как по девятке кубка когда вот я только готова принимать а здесь есть взаимодействие то есть вам нужно активничать то есть когда запускается ваша энергия она аккумулируется проходит через вас, тогда, когда вы кайфуете, получаете удовольствие, радуетесь, знакомитесь с новыми людьми, где-то о чем-то договариваетесь, то здесь необходима движуха, здесь необходимы ваши коммуникативные качества, новые знакомства, и здесь необходимо, знаете, не просто знакомиться с людьми, а здесь должен быть искренний интерес и включенность именно в общение, то есть такое ощущение, что к вам деньги, они приходят на вашу болтологию, то есть на ваше общение, на ваше знакомство, и очень важно, чтобы вы все время показывали, что вам это интересно, то есть это должен быть естественный какой-то интерес, это не должно быть наиграно. Так, еще какие качества вам необходимы? Ну вот восьмерка жезлов, необходимо бесконечное развитие, но опять же, имейте в виду, что развитие, оно не в плане того, что только мне надо там, я не знаю, почитать какую-то литературу, да, чему-то новому учиться, нет, здесь не об этом, здесь речь идет о том, что вот вам важно, с одной стороны, ощущать внутренний рост, что вот вы что-то новое узнаете, здесь вам необходимо все время поддерживать уровень новизны, то есть здесь энергия, она не должна проседать, она должна двигаться, пускай она будет не так быстро двигаться, да, то есть мы не можем все время быть на больших оборотах, вот, пускай она двигается в том ритме, в котором вам комфортно, но здесь должно быть постоянно какое-то развитие, то есть что-то узнали, рассказали, поделились, пообщались, заново пошли куда-то что-то изучать, то есть здесь общение, оно, да, оно не должно как будто бы заканчиваться, какая-то переписка, какое-то взаимодействие, может быть, обучение, да, через социальные сети, все время как-то о себе заявлять, о себе напоминать, показывать, что вы есть, пускай даже если вы как-то, ну, если, допустим, работаете на себя и продвигаете свои услуги, вы все время должны где-то мелькать, если вы работаете, например, на наемной работе, вы все равно должны о себе как-то заявлять, то есть такое ощущение, что вот о вас не должны люди забывать, но все время каким-то образом должны быть на первом плане, но при этом очень важно вам самим не выгорать, о чем нам здесь говорит аркан мира, ну, здесь, понимаете, ваши деньги, я удивлюсь, если вы будете работать там на наемной работе, либо если вы работаете на наемной работе, вам обязательно нужно какое-то хобби, то есть какая-то дополнительная деятельность, где вы сможете проявлять свои вот эти вот коммуникативные навыки, потому что маг у нас говорит о передаче информации, и Рафан тоже говорит о передаче информации, но немножко другого порядка, то есть если по магу здесь могут проходить там тренер, тренер, бизнес-тренеры, коучи, не знаю, может быть даже журналисты, то есть люди, которые напрямую имеют отношение к разговорному жанру, да, и передаче информации, то Рафан передает такое более глубинные какие-то знания. может читать какую-нибудь такую, не знаю, философскую литературу, либо что-то связанное с историей, что-то, что связано, может быть, каким-то образом с прошлым, с традицией, что-то связанное с религией, с верой, то есть здесь разные моменты, но задача заключается в том, что вы должны об этом говорить, то есть, возможно, вы можете сами что-то для себя изучать и раскапывать, то есть это не то, что вот вы где-то чему-то научились и пошли дальше передавать, нет, это должен быть ваш какой-то труд, даже если вы прочитали, либо прошли какой-нибудь марафон, вы должны это пропустить через себя, сделать свои какие-то выводы и потом об этом говорить, говорить вы можете как устно, так и письменно, вот, важно передавать информацию, и опять же таки, не учение, вы здесь не являетесь учителем, хотя по аэрофонту я могу предположить, что есть такое, но даже здесь не как наставничество, а здесь как какая-то, может быть, поддержка, то есть здесь не идет речь про учительство, здесь можно давать какие-то рекомендации, да, вот, например, как эти книжные блогеры, да, посмотрели, почитали какие-то книги, либо там блогеры по фильмам, да, посмотрели какие-то фильмы, сделали определенные выводы, да, какую-то свою личную критику здесь важно, с одной стороны, передавать информацию, но она не должна быть искаженной, понимаете, то есть она не должна быть искаженной через призму чужих взглядов, это должен быть ваш какой-то обязательно опыт, ваша изюминка, потому что здесь вопрос не в самой информации, а в том, как вы ее передаете, на что вы, чем вы оперируете, да, на чем вы основываетесь, здесь такая вещь идет, да, дальше, какие качества, если мы уберем коммуникацию, то здесь, смотрите, очень интересно, с одной стороны нам показывает на то, что нам не нужно много думать, да, потому что вот эти вот мыслительные процессы, они на уровне ментала и остаются, вам важно энергию пропускать через себя и заземлять, но с другой стороны, здесь, если и будет какая-то литература, да, передача информации, это не совсем научная, это может быть околонаучная какая-то, да, здесь есть такое качество, когда оно у вас есть, вам нужно просто как-то пользоваться этим, это создание оригинальной стратегии поведения, то есть у вас не получится, вот там, если это касается продаж, делать продажи, как рекомендуют, например, бизнес-тренеры, да, там что-то прописать, либо что-то сделать, нет, здесь должна быть какая-то оригинальность, у вас есть это качество, решать сложные задачи, решать какие-то головоломки, то есть вам простые задачи, они будут неинтересны, и Рафан, кстати, тоже на это указывает, какие-то сложные задачи, и, то есть там, где есть, не знаю, как кризис-менеджер, да, то есть когда надо решать какие-то, там, например, недовольства, да, с клиентами, вот вы умеете подобрать нужный подход, здесь маг нам говорит про использование своего интеллекта в оригинальном формате, то есть здесь не должно быть обычная какая-то стратегия, да, здесь должно быть, с одной стороны, некая такая игра, манипуляция, а с другой стороны, с другой стороны, все должно быть ясно, четко, прозрачно и правильно, да, по Рафанту, поэтому качество хитрости, да, которое здесь есть в маге, мы это можем использовать как какие-то комбинации, все равно мне идет что-то такое не совсем законное, там, я не знаю, например, это может быть биткоины, да, что-то такое, опять же таки сказать, это законно, незаконно, я не знаю, но какая-то такая многоходовка, где можно как-то использовать какие-то пробелы, возможно, в правилах, да, и использовать какие-то исключения из правил, то есть здесь какая-то хитрость, она все равно присутствует, у вас есть это качество, я не вижу, чтобы здесь вам необходимо было выработать какие-то качества, но единственное, что больше проявляться, потому что, скорее всего, вам свойственно как-то заниматься анализом, поиском, а вот именно часть взаимодействия с другими людьми, да, типа пиара, вот это вот, возможно, вам дается сложно, и это и как качество надо будет проработать, да, потому что что-то подумать, что-то изучить, вам это интересно, вы это можете, о чем-то рассказать тоже можете, но вот так, чтобы это было для большого количества людей, вам это становится скучно, поэтому Пожезлов здесь говорит о том, чтобы включали вот этот вот интерес и желание передавать, потому что, опять же таки, здесь есть такое ощущение, что все, что я изучаю, все, что я делаю, я делаю это для себя, потому что мне это интересно, а вот так, чтобы что-то другим, да, чтобы отдать, это не совсем интересно, поэтому могу предположить, что в контексте взаимообмена вы можете быть жадноватыми, внимание, не на деньги, на энергию по отношению к другим людям, вот, и при этом, знаете, вопросы принятия этой энергии, которая может в дальнейшем трансформироваться в финансы, здесь тоже есть такой вопрос, то есть вы такой, как будто бы человек, знаете, не подходи ко мне, оставь меня в покое, мне и так хорошо, все, что я делаю, я делаю для себя, и, ну, если я буду в хорошем настроении, я могу поделиться там с выбранными, отфильтрованными мною людей, а так, чтобы вот здесь, как будто бы открытости не хватает, понимаете, я не говорю о том, что вы закрытый человек, но здесь вопрос отсутствия интереса, вот вам скучно, понимаете, вам скучно с людьми, может быть, вы не находите достойных себе собеседников, потому что, что маг, что иерофант, они указывают на достаточно высокую позицию в контексте развития, и из-за этого ваша задача все время отдавать информацию, потому что, ну, маг редко может найти себе ровню, разве что только верховную жрицу, но опять же таки, он будет активный, верховная жрица будет пассивный, опять же таки, иерофант, это такой высокий, скажем, чин, когда, либо статус передачи божественной информации, то есть он является наместником Бога на земле, если мы смотрим как архетип, и поэтому он напрямую общается с высшими силами, да, с Творцом, и получается, что опять же, ему ровнее может быть только верховная жрица, которая по своей природе интровертна, поэтому здесь может быть вам неинтересно, но с другой стороны, в этом и есть задача, что то, что вы действительно достигли, то, что вы знаете, вам нужно это отдавать людям, второй вопрос, как вы это будете отдавать, да, но здесь вот все указывает на то, что меньше думай, больше действуй, и вот эти вот действия, они должны, и королева жезлов, и восьмерка жезлов указывает на движение, на энергию, то есть ваша энергия, она не должна застаиваться, то есть король мечей, пажа мечей, десятка мечей, вот эта вот вся мечовость, она должна, ваш интеллект, она должна двигаться, она должна аккумулировать, иначе получается так, что у вас перегруженное ментальное поле, и вы чувствуете усталость, упадок сил, и вам заново нужно будет разгонять эту энергию, вы немногословны, вам, опять же таки, немногословны, по своей природе, возможно, вы не очень общительный человек, но если интересная тема для беседы, то вы готовы, здесь знаете, такое еще ощущение, что я вроде бы не закрыта от людей, но пускай люди сами ко мне приходят, и тогда я им буду давать, то есть вот как-то бегать за кем-то, кому-то что-то искать, и говорить, я не хочу, вот здесь вот этот момент необходимо проработать, я не говорю о том, что вы должны за кем-то бегать, но у вас должно быть больше, то есть вы каким-то образом должны привлечь в первую очередь к себе внимание, чтобы люди к вам пришли, то есть как они о вас узнают, ценность вас, как мастера, она есть, она присутствует, и маг, и иерофант, и король мечей, и вы интересны по королеве жезла, вы притягиваете, но о вас должны узнать, то есть здесь все равно должно быть какое-то продвижение, опять же, если здесь не важно, работаете вы на себя, либо работаете где-нибудь в компании, вы должны стать более заметными, опять же, если мы не берем тему коммуникации, то деньги к вам приходят на ваше движение, на ваше движение, на ваш интерес, на вашу любознательность, открытость и желание взаимодействовать с миром, вот так скажу, потому что разной категории людей смотрят, вот эти вот качества, помогут вам, мы говорим про на постоянной основе, я могу предположить, что у вас эти качества есть, вы их пользуетесь, но не на постоянной основе, знаете, вот как перегорание, какая-то вспышка, что-то делаю, активничаю, потом устал уже, не хочу, мне не интересно, вот здесь не должно быть вот этих качелей, вверх-вниз, вверх-вниз, надо выбрать какую-то такое для себя, достаточно комфортную линию поведения, когда вот эти вот качества, они будут на постоянной основе, но и при этом вы не должны будете выгорать, то есть здесь нужно найти баланс, я бы так сказала. Так, это у нас первая позиция, нет, мага хочу, как пахнет, приятно, жасмин, первая позиция, вторая позиция, красненький камешек, двоечки, смотрим вас, какие качества необходимо выработать в себе, для наличия денег на постоянной основе, так вот сюда девятка кубков, какие качества, вот здесь вы должны акцент держать на себе, да, какие качества, качества заботы, внимания к себе, получения удовольствия для себя, наслаждения своей жизнью, да, здесь идет, на первое место вы должны научиться ставить себя, когда вы научитесь ценить себя, когда ваше отношение к себе, оно станет более уважительным, более ценным, когда вы себя поставите на первое место, тогда к вам будут приходить деньги, потому что, знаете, как знак, что если ты себя уважаешь, ценишь и ставишь достаточно высоко, и на первое место на предистал для себя, то ты как будто бы манифестируешь вселенной о том, что я здесь, я свечу, я, скорее всего, излучаю, я излучаю свет, да, и я ощущаю свою собственную ценность и значимость в этом мире, и как следствие, энергия денег может приходить ко мне в знак, как это, не как благодарность, а как оплата за то, что вы излучаете в этот мир, здесь как будто бы человек, который еще не совсем понимает свою значимость, и поэтому он так, знаете, лампочка такая, где-то, не знаю, на 40 вольт, такая, ну, типа горит, но не настолько ярко, чтобы быть заметной, и моментами она как будто бы замыкает, и, ну, перестает светить, потом опять как-то, и вот это вот свечение, оно не постоянное, и вселенная как будто бы не обращает на это внимание, да, почему, потому что вы как-то мигаете, и она как будто бы ждет, когда, знаете, вот иногда, когда давление, или как это, напряжение света, да, оно играет, то вверх, то вниз, вот, мы все время ждем, да, когда наладится, и будет ровное свечение, вот здесь как будто бы что-то такое, то есть вселенная, она ждет, когда наладится вот это свечение, и вы уже заявите о себе, как о лампочке, которая будет светить, почему важно светить, именно вам, потому что ваша задача, да, она, то есть вы в первую очередь должны выразить вот это вот свое уважение к себе, да, что я не просто так случайная душа на этой земле, а я ценная, у меня есть какая-то своя уникальность, какая-то своя фишка, и когда я ее, как это, транслирую, во-первых, в первую очередь вам нужно понять, да, то есть в чем моя уникальность, помимо того, что я там женщина, либо я человек, но помимо социальных ролей, вы же ведь выполняете какую-то очень важную роль, вот у каждого человека это роль своя, я не про миссию, я не по предназначению, а у каждого роль своя, да, у кого-то там любить, кого-то заботиться, у кого-то там о других людях, да, читать какие-то умные книжки, и об этом говорить, то есть у каждого своя, и это не про предназначение, еще раз скажу, вы должны делать то, что вы умеете хорошо с рождения, то есть ваша задача, ваша роль делать то, что вы умеете с рождения, если кто-то есть, имеет наклонность, например, готовить вкусные борщи, вот надо это делать и получать от этого удовольствие, вот ваша задача будет в этом, и казалось бы, да, ну кому эти борщи нужны, вот те люди, которые вас окружают, тех, кого угощаете, вот им это нужно, опять же, в контексте масштабности, да, существования жизни, мы никогда не увидим, да, в чем наша польза, от нашего проживания, почему, потому что мы смотрим тоннельно, мы смотрим через призму одного воплощения, мы никогда не увидим через призму существования нашей души, из воплощения в воплощение, то есть вот такой, знаете, более масштабный план, мы все время видим какой-то один пиксель, поэтому этот пиксель, он должен гореть, для того, чтобы потом вся картина наших перерождений, она всегда была яркой, и мы всегда оставляли какой-то след после себя, опять же, я не говорю о важности, да, здесь вопрос не в масштабе наших действий, а наоборот, в детали, то есть если, опять же, кто-то хорошо рисует, и при этом он не стал каким-нибудь там, я не знаю, мастером, художником, да, иконописцем, прошу прощения, вы это делаете? Вы это делаете для себя, для чему, почему это важно? Потому что вы от этого получаете удовольствие, вы от этого получаете наслаждение, а когда вы в хорошем настроении, вы излучаете это хорошее настроение, и вы никогда не будете знать, и ваше хорошее настроение, насколько оно может повлиять на тех людей, которых вы окружаете. Возможно, вы просто в хорошем настроении, идете куда-то по своим делам, и зашли в метро, а в метро ваша улыбка, на вас посмотрел какой-то человек, посмотрел на вашу улыбку, она ему понравилась, и у него тоже приподнялось настроение, а возможно, от его приподнятого настроения зависит какая-то серьезная сделка, которую он сделал. И казалось бы, как ваша улыбка может повлиять на сделку? Напрямую никак, но косвенно, просто из-за того, что вы зарядили своим позитивом этого человека, все сложилось так, как нужно. То есть мы никогда не знаем, как эти связи в жизни работают, как мы все взаимосвязаны между собой. Поэтому иногда, когда люди говорят о том, что вот у меня должно быть какое-то большое предназначение к этой миссии, мы обесцениваем в этом сами себя. Почему? Потому что мы отказываемся от тех умений, которые мы нарабатывали из воплощения в воплощение. Как это понять? Вот к чему у вас есть наклонность? Ребенок рождается. Ну вот помимо генетики, ребенок рождается с какими-то наклонностями. У каждого они есть. Просто мы их сами обесцениваем в силу того, что они нам кажутся какими-то маленькими. То есть если кто-то умеет, например, хорошо и очень быстро собирать пазл, как навык, нам кажется, что это за фигня? Из этого не сделаешь профессию. Хотя тоже спорный вопрос. Из всего можно сделать дело. Но вот это умение собирать пазлы, это ведь умение, навык нашего луна соединять абсолютно разные вещи, то есть видеть взаимосвязь. И здесь просто нужно с этим немножко разобраться и заморочиться. То есть вместо того, чтобы куда-то ходить и искать там у кого-то, скажи мне мое предназначение, посмотреть, к чему у вас есть наклонность. Как это умение проявляется? Оно вам дано генетически от рождения, так как оно было наработано из прошлых ваших воплощений. Так вот, когда вы научитесь, к чему вот эта вот вся философия, то, что я говорю, я вас подвожу к тому, чтобы вы увидели вот эту ценность. То есть мы обесцениваем эти мелочи. Мы говорим, а это ничего важного, и вот это ничего важного. И тогда остается по факту, что важно. Важны, например, вот те примеры, которые нам транслируют в соцсетях. Но это же не ваше. У каждого человека ведь что-то свое, оно уникальное, оно неповторимо. И вот когда вы научитесь вот эти вот мелочи, да, ценить в себе, вы постепенно научитесь принимать себя. И вот ваш свет, он будет постоянный. Ваша лампочка будет гореть постоянно. У вас не будет вот этих вот прыжков в свечении вашем. И это будет очень важно. И когда вы научитесь ценить себя, вот эти вот свои умения, навыки, вы будете от этого получать удовольствие. И вам будет хорошо. Вы будете все время находиться в каком-то таком подъемном настроении. И вот на это настроение, удовольствие, наслаждение от жизни, на это вам приходят деньги. То есть здесь такой достаточно большой путь, серьезный путь. И с одной стороны, вы научитесь быть целостной по королеве Пендакли. Вы получите огромный опыт в материальном мире, в физическом мире. Не только в деньгах, а в физическом мире. Вы научитесь получать удовольствие от материи, от той жизни земной, которой вы проживаете. Это очень большой важный шаг для души. Потому что ей не свойственна наша тяжелая энергетика материи. У нее природа иная. Но вы поможете очень своей душе в развитии, если вы именно в земном воплощении увидите свои ценности. Еще какие качества необходимо выработать вам? Страшный суд. Вот я говорила про пазл. Одно из свойств страшного суда это умение видеть картинку целиком. Умение видеть причинно-следственные связи. То есть соединять те вещи, которые априори для других людей не соединяемы. Вот у вас есть такая способность. Уметь соединять, например, если мы говорим в контексте заработка. Уметь как раз-таки понять, как вот это мое умение собирать очень быстро пазлы и получать от этого удовольствие. Как на этом можно будет заработать? Как это можно сделать, как некое такое блогерство, создать на удобной для вас площадке ролики того, как вы собираете. И люди на самом деле, знаете, очень залипают на такие картинки, особенно если их поставить на, либо ролики, на ускоренное воспроизведение, как человек собирает пазл. Поверьте, будет очень много просмотров и на этом можно будет зарабатывать. И казалось бы, я просто собираю пазл, я получаю от этого удовольствие, потому что это мое умение. И я на этом зарабатываю. То есть вот умение видеть масштабно картинку, умение связывать какие-то такие вещи, которые на первый взгляд между собой не взаимосвязаны. То есть вот в этом направлении, какие качества вам не хватает. И плюс Аркан Страшного Суда, он у нас тоже говорит о семейности, о прошлом и о семейности, что и говорит королева Пентакли, которая умеет нести ответственность и обязательства. То есть это такая достаточно семейная карта. То есть возможно создание, например, какого-нибудь семейного бизнеса, какой-нибудь семейный подряд, не знаю, что-то связанное с семьей и наследие. Умение, возможно, возрождать какие-то реликвии. Да, вот я не знаю, как это называется. Сейчас. Есть картины, которые обновляют. Забыла, Наре называется слово. А здесь как будто бы какая-то реконструкция, что ли. А здесь вам нужно реконструировать что-то, что связано как-то с семейными ценностями. То есть их, не знаю, то ли их надо пропагандировать. То есть все, что связано с семьей, заботой, вниманием, здесь это тоже имеет значимость. Возможно, если вы сделали правильный, верный выбор партнера в жизни, то вы можете здесь, мы говорим в контексте финансов, можете в принципе не работать, но именно вот это вот качество заботы, умение быть колонной в доме, либо очагом, умение поддержать домашний очаг, и вот на эту энергию вас мужчина будет давать вам деньги на ваши какие-то нужды и желания. То есть такой вот, знаете, обмен, о котором очень часто говорит, женщина дает энергию, заботу, внимание. Это не про то, что женщина должна быть домохозяйкой, потому что вот опять же таки это понятие домохозяйки, оно переросло, немножко исказилось и переросло, что это рабыня в доме, либо обслуживающий персонаж, но слово, персонал, но слово и персонаж в том числе, слово домохозяйка, это хозяйка в доме, хозяйка это та, которая управляет, а не та, которая прислуживает. Здесь тоже это игра слов и понятий. Поэтому вот такие качества, ну давайте посмотрим еще, есть ли какие-то качества, которые необходимо выработать себе. Ну вот опять-таки семейная карта, но семейная карта в контексте уже кубковости, эмоциональности. Вы должны прийти к этому состоянию, опять же таки, видите, не то, что я прислуживаю другим людям, я вся измотана, я никому не нужна, а наоборот, я транслирую вот этот твой свет, да, возможно, опять же таки, возрождаю какие-то семейные ценности, да, любви, заботы, внимания, я получаю от этого удовольствия. Девятка кубков, десятка кубков, пиковое состояние, да, удовольствие. Вы должны получать удовольствие от материи, вы должны получать удовольствие от своей собственной ценности, да, когда вы говорите, какая прелесть, что я родилась именно женщиной, а не мужчиной, потому что вот в этом есть свой кайф, вот ваша задача найти этот кайф, быть женщиной, не быть бизнес-леди, а быть женщиной. Одно из свойств королевы пендакли, это приумножение. Королева пендакли сама не умеет зарабатывать, у нее нет такого навыка, но она умеет приумножать, знаете, как некий такой банк, в который ты вкладываешь, да, он под проценты растет, то есть вы получаете, вы как будто бы храните деньги чужие, да, но из-за того, что идут какие-то проценты, вот вы берете проценты, а деньги потом хозяин, который вложил вас, он может забрать обратно, но вот вы настолько умеете, это хорошо, приумножить, что вот эту вот разницу, да, в финансах, вы ее, ну, как некий такой пассивный доход, что ли, вы можете иметь, да, здесь, кстати, пассивный доход тоже, умение вкладываться, приумножать, вот вы умеете приумножать, не создавать что-то, а приумножать, вот, на этом тоже можно будет сделать акцент, да, возможно, какой-то там пассивный доход, куда-то вкладывать, что-то, что-то делать, вот, но не важно, чем вы занимаетесь, суть одна, ценность себя, ценность себя, что поможет вам по страшному суду, потом переродиться, так, это была у нас вторая позиция двоечки, и мы с вами переходим к позиции номер три, зеленому камешку троечки, привет, привет, какие качества необходимо вам выработать в себе для наличия денег на постоянной основе, пятерка мечей, и аркан мира, но здесь нужно завершить какие-то, какую-то претензиозность, либо у вас есть претензии к миру, либо у вас есть претензии по отношению к самому себе, то есть ваше недовольство, с чем связано это недовольство? С деньгами связано, то есть профессиональной сферой, давайте вот сюда поставлю, с профессиональной какой-то сферой, что вот мне все время, либо не хватает денег, опять-таки принцип того, куда смотрите, туда и едете, мне очень нравится эта фраза, то есть куда смотрите на велосипеде, когда едете, туда вы и катите свой велосипед, если вы смотрите все время на какую-то претензиозность к себе, либо к миру по поводу того, что вам не хватает денег, либо у вас нету работы, либо эта работа не оплачивается так, как к вам хотелось бы. То есть есть какое-то недовольство. Вот вы смотрите в сторону недовольства, вы туда и едете. То есть вы бесконечно приумножаете это недовольство в себе. То есть если вам это не нравится, модель, ее нужно изменить. Вам нужно смотреть туда, куда вы хотите ехать. То есть в сторону денег. Нужно замечать вокруг себя именно богатство, именно роскошь, именно там, где есть деньги. И держать акцент на том, что богато, то, что очень красиво, то, что очень ценно. И думать об этом. Не о том, что у меня этого нету, а насколько классно, что вот есть вот такие дорогие рестораны, насколько классно, что есть такая дорогая услуга, что есть прекрасные, уникальные бутики, которые шьют одежду как раз-таки на заказ под клиента. То есть обращать внимание на это, но опять же таки не обращать с точки зрения, что мне не хватает. Либо вот сволочи в жизни не так много радости, а они еще там цены повышают. То есть понимаете, здесь о чем речь. Претензиозно связано с работой. Но опять же таки, почему? Потому что есть какие-то страхи. Возможно, вы несете ответственность за других людей. И поэтому есть страх, что мне не хватает чего-то, я не смогу как-то обеспечить. Вот чего вы тут боитесь? Здесь есть какие-то страхи. Страхи, страхи. Страхи, какая-то суета. Но вы боитесь делать выбор, понимаете? Боитесь принять решение. Опять же таки, почему? Потому что вы очень ответственный человек. Вот здесь нету этих арканов, которые бы подтверждали то, что я говорю про ответственность. Но здесь она фоново звучит. Что я хочу, понимаете, я хочу спокойствия по аркану умеренности. Почему? Потому что я не хочу принимать решение, что мне здесь выбрать. Я боюсь этого решения. Почему? Потому что потом мне надо нести ответственность. А у меня и так много ответственности. А тут еще что-то дополнительное. И это вызывает стресс. Ощущение того, что вы живете в каком-то бесконечном стрессе. И от этого вот этот стресс какой-то такой, знаете, адреналиновый, колючий здесь, как иголки. Вот вы в этой энергии постоянно живете. И поэтому недовольство. Поэтому вот это вот какое-то напряжение. Здесь нету энергии расслабления, получения какого-то кайфа, вознаграждения, какие-то плюшки, которые вы себе даете. Нет, у вас есть требования, требования к себе в первую очередь, потом уже к миру. И поэтому здесь вот этой вот умеренности, помимо золотой середины, которая здесь необходима, здесь вас еще и раскачивает периодически на тревогу, беспокойство, на эмоции. Поэтому какое качество? Сразу скажу, вам нужно научиться расслабляться. Вам нужно научиться понимать, что мир, он справедливый. Вот то, что вы видите, потому что у меня сразу такое ощущение, какой он справедливый, когда вот это, вот это, вот это. Просто исходя из прошлого расклада, где я говорила, что тройки, вот ваше такое ключевое кредо – это справедливость. Здесь сразу речь идет о том, что да, какой мир справедливый. Вот оно и есть, ваша претензия, что мир несправедливый. За все нужно бороться, причем бороться любой ценой, и я должен быть первой. Вот это вот как раз-таки инстинкт самовыживания, самосохранение, древний-древний такой инстинкт, самосохранение, конкуренция. Вопрос конкуренции для вас он очень-очень актуальный, причем эта конкуренция может быть сама с собой, как не только с другими людьми, но и сама с собой. То есть я должна быть лучше, только так я смогу выжить. Здесь вот этот вот страх выживания, он присутствует. А если еще есть люди, за которых вы несете ответственность, это пипец как тяжело, вы все время находитесь в вот этом страхе. Это очень сильно здесь ощущается в вашем поле. Поэтому какие качества им необходимо выработать? Спокойство. Во-первых, золотую середину, научиться быть в балансе. А во-вторых, умение либо себя как-то вот периодически сбрасывать в себя вот это вот напряжение. Кстати, я не исключаю, как способ сброса энергии активного такого секса хорошего, потому что идет потом расслабление. Помимо удовольствия идет расслабление. Здесь какие-то кардинальные меры нужно, очень жесткие кардинальные меры принимать к расслаблению. Не знаю, как это. Даже если это, например, массаж, то это не будет такой, вы знаете, легкий, какое-то там поглаживание, про медитативную музыку. У меня такое ощущение, что вот вам бы, допустим, как массаж, подошел бы какой-нибудь там массаж с помощью бамбуковых палочек, которые прокатывают по коже, и он такой достаточно болезненный. Либо это какой-нибудь спортивный массаж, где опять же таки, либо какой-нибудь триггерный массаж, где нажимаешь на эти триггерные точки, и они очень болевые. То есть там вообще не про кайф, но при этом вот через эту боль идет расслабление, потому что присущи какие-то такие болевые места у вас. И плюс ко всему еще под какую-нибудь рок-музыку тяжелую. То есть не про медитацию, а про какую-нибудь тяжелую музыку. Вот какой-то такой жесткий способ расслабления. Либо как-то вот принудительно взять вас за руку и отвезти в какой-нибудь спа-салон, как-то вот насильно заставить вас расслабляться, потому что самостоятельно вы этот путь не выберете. А поскольку нету расслабления, это влияет на деньги. Здесь у меня ощущение того, что у вас, я не знаю, то ли у вас тело такое спортивное, жжатое, жилистое, то ли оно какое-то... Очень много зажимов, понимаете? Вот я чувствую, что вот прям очень много зажимов. Либо у вас какие-то, как они называются, образования есть в теле. Ну вот как шарики какие-то. Вот прям так хочется расслабить это. Либо какие-то узлы, вот что-то развязать в вашем теле. Какая-то зажатость. Для чего? Чтобы энергия проходила. Мы же говорим о деньгах, какие качества необходимо выработать, чтобы энергия проходила. Еще какие качества вам необходимо выработать, да, для того, чтобы деньги были. Здесь как-то вопрос. Вопрос. Шанс, возможность, какой-то ценности. О чем здесь? Здесь как будто бы идут вопросы взаимодействия с другими людьми. И для вас это должно стать как-то интересно. У меня такое ощущение, что вообще взаимодействие с другими людьми, вот опять такой, знаете, может быть парадокс. Возможно, вы работаете на себя. И у вас есть клиентская база. Но с одной стороны, вы как будто бы зависимы от этих людей, да, потому что это люди вам приносят деньги. А с другой стороны, здесь идет какая-то такая ненависть к людям. Но опять же таки, не в контексте того, что я ненавижу человечество, а в контексте усталости. Такое чувство, блин, люди какие-то неадекватные вам попадаются. Незрелые просто, понимаете, не то, чтобы неадекватные. Неадекватные. Ну да, иногда бывает такие вопросы задают, что прям у меня идет в поле энергия, опять же, может быть, я вас сейчас считываю такой, что, боже, что он несет, да, либо что за тупость, какие люди вы тупые, как вы меня достали. Вот идет вот эта вот энергия, да, усталости. И поэтому взаимодействие с людьми, оно вам, оно сложное какое-то. И поэтому здесь говорится о том, что вам, вам должно, должна быть вот эта вот ценность, да, обмена. Вот для вас она не является ценностью. Здесь вот услышите меня правильно. Вам нравится работать с людьми. Я не говорю, что вы не любите людей. Но вот возможно, есть определенная категория, да, клиентов, либо вообще людей, с которыми вы сталкиваетесь, даже если вы не работаете, которые вас отталкивают от взаимодействия с этими людьми. То есть, опять же, помню, да, ваше ключевое слово – справедливость. Вы должны на равных, адекватно, ко всем ровно относиться. Но у вас нету вовлеченности вот в этих людей. То есть есть категория людей, с которыми вам нравится, да, у всех такой, да, кто-то нравится, а кто-то не нравится. Но здесь для вас очень важно уметь выравнивать вот это взаимодействие с людьми, контакт, что они… Человеческий ресурс, как ресурс, он должен быть для вас, иметь какую-то ценность. А он не имеет для вас ценности, потому что вам неинтересно, понимаете, вот здесь нету интереса. Здесь не совсем так, так как по первой позиции, там тоже коммуникация, но там другие моменты, да, типа мне скучно с людьми, потому что, ну, люди не доросли до того уровня, на котором находятся единички, и поэтому им приходится все разжевывать, объяснять. Вот это их утопляет. А здесь у вас немножко другой уровень, у вас более такое приземленное материальное взаимодействие. И здесь для вас люди, они вам неинтересны априори. Почему? Потому что вы не чувствуете в них силу, понимаете? То есть вы видите в людях, не знаю, что вот они какие-то слабые, они хрупкие. У меня такое ощущение, что вот если бы вы были не человеческой расой, ну, допустим, как-то вот в сказках, да, либо в фэнтези, вы были бы, наверное, какими-нибудь там оборотнями, да, к примеру, то есть существами с огромными, либо с драконами, ну, то есть существами с огромным энергетическим потенциалом, с хорошей физической формой и очень сильные. И вам бы по сравнению, ну, с вами, да, люди показались хрупкими в силу того, что они смертные, в силу того, что они могут, ну, как игрушки ломаться. Вот ваше отношение какое-то такое. Опять же, я не могу сказать, что вы как-то надменны, да. Я очень надеюсь, что когда я передаю метафоры, вы понимаете правильно то, что я говорю, да, потому что у меня никогда не стоит задача кого-то там обидеть либо обесценить. Наоборот, я слишком щептильна в этой теме и, ну, стараюсь быть тактичной. Не обесценивать людей. Но здесь вот именно вот эта вот метафора, да, что люди, вы такие хрупкие, вы такие, как бы сказать, незамотивированные, вот вам, вы какие-то такие ленивые, вы неинтересные. И вот вы как будто бы утрачиваете интерес, как ценность людей, да, то есть, причем, если, допустим, на вашем пути встретится такой же человек, сильный духом, такой, знаете, волевой, вот вам прям вот это вот соперничество, да, вот эта вот конкуренция, она вам прям будет в кайф, потому что вы нашли себе ровню, да, и здесь нельзя сказать, и он является человеком, здесь нельзя сказать, что вы его будете обесценивать. Просто здесь такое ощущение, что у вас много сил, и вы эту силу не можете вот как-то выплескнуть правильно, верно? И вам хотелось бы, чтобы люди были, не знаю, сильнее, что ли. Вот вы идете как некий такой мотиватор, как тренер, причем тренер именно олимпийских спортсменов, от которых вот требование такое, знаете, на грани, либо все, либо ничего, да, ты должен быть сильнее, ты должен быть выносливая, там, нам надо эту золотую медаль, нам не надо там серебряную, или еще какой-то, только первое место, понимаете? У вас какие-то такие требования к людям, и особенно вы, если вы встречаете там какую-нибудь такую хрупкую девушку, которая прям, я не знаю, то есть блондиночку, фигуристую, с накачанными губами, вот это все, весь этот пластмасс, который цель в жизни имеет найти себе покровителя, вас это будет очень сильно раздражать и бесить. Опять же, не потому, что вы против, чтобы кто-то кому-то отдавал деньги, да, почему ей, а не мне, а просто потому, что ваше отношение к людям, оно такое, что у тебя есть огромный потенциал, а единственное, что ты можешь с этим потенциалом сделать, это вот пойти уколоть себе бодокс, да, либо как-то вот создать из себя непонятно что. Опять же, я не против пластических операций вмешательств, когда это действительно эстетично, красиво, и есть в этом необходимость, потому что, ну, мы все видим крайности, я надеюсь, что вы тоже видите так же, как я, искажения. Вот здесь такой формат, поэтому возвращаясь к вопросу, какие качества необходимо выработать в себе, это желание, интерес, взаимодействовать с людьми и быть вот в этом энергообмене, потому что вот вы, вы не входите в этот энергообмен, почему вы не входите, ну, вам не интересно. Тройка пендаклей. Для того, чтобы войти в этот энергообмен, у вас должна быть вовлеченность, да, то есть у вас должна быть какая-то общая цель, благодаря которой вы будете совместно входить в какую-то, я не знаю, коллаборацию, да, либо что-то делать совместно. Это должно быть ценно не только другим людям, но это должно быть ценно для вас. Вот в этом причина, да, что то, что вам предлагается, либо то, что вы делаете, не всегда для вас имеет ценность. А вообще, какие вещи для вас имеют ценность? Отшельник, ваша, ваша замкнутость, закрытость, для вас имеет ценность, состояние вашей души, какая-то вот интровертность. Поэтому я и говорю, здесь ощущается в поле, что вы не очень-то хотите, вы как будто бы вынуждены работать с людьми, потому что здесь есть очень много работы с людьми, взаимодействиями. Не знаю, ну, как минимум, вы живете, например, в том районе, либо в очень, ну, каком-нибудь миллионнике, городе, да, где очень много людей. То есть вот вы все время находитесь в какой-то толпе, и эти люди, они вас уже раздражают. Поэтому здесь выходит отшельник, как состояние души, да, дьявол, который играет с вами. Дьявол, на самом деле, да, вот то, что я говорила про силу, вопросы, всегда в потройке у меня выходят люди, которым вот прям магия близка в силу своей силы, да, то есть вот, не знаю, сила, власть, влияние на других, вот это вот все качества, которые у вас есть. Вот вам их нужно использовать, но экологично, вот так скажем. Если вы их будете использовать экологично, будут ли у вас деньги на постоянной основе, тогда вы будете от них закрываться. Тогда вы будете от них закрываться и ностальгировать о том, что нет, здесь надо как-то по справедливости поуменьшить этот поток. На. Вы и больших денег-то не хотите, понимаете? Здесь потенциал на большие деньги есть, по дьяволу всегда есть. Дьявол – это тот, кто управляет деньгами, тот, кто держит все эти деньги, да, этот, скажем так, страж-хранитель материи, да, который, ну, главный, по сути, является в материальном мире. Поэтому у вас потенциально большие деньги есть, но вы их и не хотите, это большие деньги, да, начнем с этого. А с другой стороны, здесь вопросы власти, то есть вам больше, вас больше приличает влияние на людей, умение ими управлять, манипулировать. Вот опять же таки идет мне дракон, понимаете? Дракон, который вот играет с людьми, то есть мощь, сила огромная, которая играет с людьми, знаете, просто потому, что она может, потому что, знаете, вот отношение как к игрушке, как к некой такой забавы, потому что, знаете, как здесь дракон сидит и он наблюдает, да, за тем, за людьми, которые там, например, я не знаю, что-то там, драматизируют, да, как-то там рыдают, и вот он сидит и думает, блин, да вот возьми и сделай, что ты рыдаешь, да, либо что слюни распускает, иди и работай, да, либо иди и это сделай. Вот в таком контексте, да, здесь дракон сидит, прям такой большой черный дракон, прям какая-то такая древняя, древняя душа, олицетворение, это метафора силы, большой силы внутренних ваших ресурсов, и я не случайно вам сказала про секс, потому что вот в этом тоже есть какая-то очень мощь и сила, а вообще здесь по тройкам могу сказать, что вот если бы мы делали диагностику, да, по чакрам, здесь очень ярко развита у вас третья чакра, да, то есть это сила, воля, влияние на других людей, прям вот такая активность мощная и при этом слабая вторая чакра. Да. Ну, это не для всех, конечно же, да, вы понимаете, вот такой был расклад, блин, я так кайфанула от вашего дракона. Так, чем бы нам здесь перекрыть, чем перекрыть расклад? У меня справедливости не хочу, у вас так этот аркан справедливости есть. Чем бы перекрыть, чем бы перекрыть. Давайте шестерку пентаклей перекроем. Так, вот такой был расклад сегодня. Мои запахи жасмина и такая праздничная новогодняя предновогодняя атмосфера. Всем отличной среды. Жду вас в пятницу. Не забывайте заходить в раздел сообщества по пятницам, когда я выкладываю анонсы. Приходите на блицконсультации и помните, что в любой момент вы можете заказать годовой расклад. Надо где-нибудь себе записать, что надо написать об этом пост. Вот. А я с вами прощаюсь. До следующего раза. Всем пока-пока. Пока-пока.